Всем привет! С вами канал Космостар. Роман Мадянов снимается в кино с детства. В его послужном списке более 200 ролей. Впервые в кадре он появился в 9 лет. Сотрудники ДПС, военные, бизнесмены и чиновники, героев Романа Сергеевича забыть невозможно. Россияне же полюбили артиста за образ замполита Колобкова в сериале «Солдаты». А еще артист уже 30 лет верен своей единственной жене, которая спасла его от алкоголизма. Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в Подмосковном Дедовске. Мать Антонина Михайловна работала библиотекарем. Отец Сергей Вениаминович был режиссером на телевидении. Вместе со своим братом мальчик частенько бывал на работе у своего папы. Именно там на него обратили внимание режиссеры, после чего Мадянов начал активным образом сниматься. Роман Мадянов дебютировал в кино «Ребенком» в 1971 году в фильме «Перевод с английского». В 1973 году снялся в главной роли Геккель Берифинна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий». В одном из интервью актер признался, что после этой роли узнал, что такое звездная болезнь. Однажды вечером мы с Георгием Данелией сидели на скамейке в центре города. Он курил, а я мыльные пузыри пускал. Как-то очень уж демонстративно, стараясь привлечь к себе внимание прохожих. Я же чувствовал себя королем. И вдруг Георгий Николаевич тихонько шепнул мне. «Рома, не выпендривайся, не нужно играть на публику». В школьные годы снялся в лентах «Анискин» и «Фантомас», «Каткина всякий знает», «Весенние перевертыши» и «Всё дело в братье». Роман очень плохо учился в школе. После окончания средней школы Роман переехал жить в Москву, где он стал студентом Института театрального искусства. Стать студентом удалось лишь со второй попытки. Когда закончилась учеба в высшем учебном заведении, парень пошел служить в армию. Несмотря на ранний успех в карьере актера, после окончания театрального училища, Мадянов долго не мог найти работу. В 1987 году Роман начал работать в театре, где его регулярно задействовали в постановках. Так как молодой человек был слишком загруженным в театре, он вынужден был отказаться от кино. Вернуться к работе он смог в 89 году. Он снялся в фильме «Частный детектив» или «Операция-кооперация». Пиком популярности артиста стал сериал «Гражданин начальник». Одной из самых ярких и запоминающихся ролей стал персонаж майор Колобков в «Солдатах». С этой ролью Мадянов не расставался 9 лет. Также стоит отметить роли в таких проектах, как «Левиафан», сериал «Человек без прошлого», «Штрафбат», «Поддубный», «Инквизитор», а также «Орлова» и «Александров» и сериал «Великая». Возможно, кому-то личная жизнь этого актера может показаться скучной и пресной, так как он является порядочным звездным мужем. Этим ему удается полностью опровергать мифы о том, что актерские браки являются непрочными и несчастливыми. Роман женился по тем временам достаточно поздно, в 30 лет. Со своей будущей супругой ему удалось познакомиться в театре, где Наталья работала театральным осветителем. В 1992 году Роман и Наталья стали официально мужем и женой, а через год родился на свет их первенец, сын Роман. После рождения ребенка Наталья ушла из театра и стала домохозяйкой. В одном интервью актер признался, что о лучшей супруге и мечтать не надо. Она является для актера ангелом-хранителем и хранительницей домашнего очага. Стоит отметить, что когда были проблемы у актера с работой, он пристрастился к алкоголю. Об этом он рассказал в программе «Судьба человека». Спасти Романа от такой пагубной привычки смогла его жена Наталья. Мадянов рассказал, что Наталья много разговаривала с ним и пыталась пробиться через заслон алкоголя. В один момент Роман просто понял. Либо он навсегда попрощается с женщиной, без которой жить не может, либо бросит пить. Роман Мадянов с супругой Натальей живет в собственном деревянном доме. «Переехал, потому что в Москве невозможно находиться, я просто заболеваю в этих бетонных коробках», – объяснял актер. По соседству с ним живет звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов. Рядом с коттеджем Мадянов построил столярную мастерскую. «Делаю полочки, рамочки, либо какие-то очень красивые вещи», – делился актер в одном из интервью. Кроме того, супруги обзавелись курами и козами, приобрели небольшую сыроварню. А еще артист обожает рыбалку. Друзья называют его отчаянным спиннингистом, а сам Роман Сергеевич считает себя почти профессионалом. Кстати, Роман Сергеевич страдает разновидностью клаустрофобии. Около десяти лет назад, во время съемок в одном из фильмов, понадобилось изготовить слепок лица артиста. Мадянову нанесли на лицо гипс, и он почувствовал неконтролируемый страх, как будто оказался в очень тесном пространстве.